сколько сюда надо было вложить инвестиций ну речь может идти о 250 и выше тысяч долларов мужа миллионера нет сразу говорю миллиардера тоже мы можем сегодня любые проблемы вообще решить полость рта ну практически то я бы сказала у нас нет план мы делаем реставрации пломбы ставили когда-то давно коллега позвонила мне говорит слушай я вред цены посмотрел у тебя ты демпингуешь у пациента у меня шок сейчас честно мы не смотрим не на то как пациент одет на чем он приехал на маршрутке или на мошеннице это не важно как только врач начинает гнаться за деньгами он перестает быть врачом в этот же мы вот будем лечить пациентов по завышенным ценам и у нас все будет хорошо всем привет друзья ну что у нас сегодня в эфире ваш любимый специальный выпуск и в этот раз я решила затруднить очень важную тему которая стала для меня актуальной потому что бизнесов много люди выбирают себе разные ниши чтобы прокачаться но есть такие бизнесы которые являются для нас жизненно важными безусловно это все что связано с медициной недавно я отправилась на поиски стоматолога для своей младшей дочери и поняла что стоматология сейчас практически в каждом доме но вот как найти такого врача который бы дал компетентное мнение оценку и самое главное которым бы ты доверил своего ребенку вот это большой вопрос я начала изучать эти вопросы и поняла что очень много мнений и все они достаточно разные и я растерялась и совершенно случайным образом моя знакомая решила привести меня к человеку которого она знает очень много лет который занимается стоматологии уже 19 лет и зовут ее ольга бондаренко девушка не могу называть ее иначе которая относительно недавно открыла собственную клинику потому что поставила перед собой большие цели и задачи делать что-то очень классно и мне стало не просто приятно с ней общаться но еще и интересно потому что мы начали поднимать с ней вопросы не только стоматологии как информация актуальной для клиента а у нее ее очень много но еще из позиции бизнеса как это вообще быть обычным врачом и затем открыть свою клинику где взять на это деньги сколько инвестиций какими проблемами сталкиваешься в общем сегодня у нас будет полезный выпуск вдвойне потому что мы познакомимся с вами с классным врачом мы узнаем новые интересные вещи и полезные которые относятся непосредственно к нашей улыбке и мы посмотрим как строится медицинский бизнес ольга бондаренко 19 лет стоматологического опыта стажировки в швейцарии в америке и вообще у самых классных стоматологов мира пойдемте знакомиться будет интересно заранее ставьте лайки подписывайтесь в общем пошли а то мне уже холодно ну что друзья я как и обещала пришла самый настоящий стоматологический кабинет даже бы сказала стоматологическую клинику и сейчас первый раз жизни сижу на кресле не боюсь потому что надеюсь что сегодня пилить мне точно ничего не будут и сверлить ольга бондаренко поле я уже всем рассказала о том что я впечатлена вдохновлена и оля организовала сегодня поговорим о свою стоматологическую клинику создала и я вообще хочу узнать как вообще становится стоматологами помимо того что идут в вуз когда родители говорят иди учить и получи приличную профессию как вообще произошло вами в моем случае родители не говорили мне даже были очень против чтобы я шла в медицинский вуз в силу того что я из семьи врачей ни одно и не два поколения у нас врачей в семье даже мой прадед в киеве был достаточно в свое время известным стоматологом выбрала медицину сначала просто медицину как операцию для себя для своей будущей профессии еще где-то с класса 5 и не читала быть хирургом в крайнем случае акушер-гинекологом так это если не получилось бы полноценная хирургия поступила закончила школу поступила в медицинское училище для того чтобы проверить смогу ли я работать медицине или не смогу мне понравилось все хорошо и сразу просто закончила медицинское училище сразу поступила в институт медицинский поступила на лечебный факультет потому что мечта все-таки хирург но под давлением вот как раз своих родственников я перевелась на стомат факультет моя мама свое время была летным врачом и объясняла что когда появится семья дети круглосуточное дежурство ночные вызовы перед несовместимой семьей стоматология все-таки это амбулатория и она не была знакома настолько глубоко какая-то все-таки сложная профессия стоматологии я перевелась на стомат факультет таким образом выучилась на стоматолога и пошли работать на стоматолога пошла работать на стоматолога на государство наше недолго полтора года после этого поняла что оснащение государственных стоматологии минимальная и стоять на месте и не развиваться не хочу я я хочу развиваться идти дальше как раз открылась новая частная клиника и ушла работать в частную клинику и с 2001 года я уже работаю в частных клиниках. Ого, уже прилично. Вот огромное количество врачей, которые работают и которые замечательно. Есть сегодня на сегодняшний день большое количество клиник, вообще мы об этом поговорим, потому что они практически в каждом доме через доме. И тут вообще большой вопрос, кто в них работает. Лично у меня, как у клиента, потому что я мало знаю талантливых людей в нашей медицине, к сожалению. Сегодня мы все больше боимся вообще куда-либо обращаться. Так вот, как врач-стоматолог, который где-то работает, однажды решается открыть свою клинику? Мужа миллионера нет, сразу говорю. Миллиардера тоже. Обычная семья, среднестатистическая. Муж инженер, двое детей. Я вынашивала эту идею уже давно. Я хотела организовать свою клинику со своим видением и вести прием пациентов и набрать таких врачей, как мне хотелось. Для того, чтобы открыть клинику на сегодняшний момент, вот с нуля найдя помещение, даже если его не покупать, сделать ремонт, оборудовать его на три кресла или на четыре, это достаточно большие деньги. Но речь может идти от 250 и выше тысяч долларов. Увы, стоматологам такие деньги не заработаешь. Даже если лучше работать с утра до позднего вечера, а то и по ночам, не получится. Мне повезло в какой-то мере, потому что я вовремя нашла это помещение, оно сдавалось. Это клиника новая, просто сдавалась полностью в аренду. Поэтому вложение достаточно минимальное. Круто, то есть получается, что кто-то уже сделал ее и... Да, сделали ремонт в клинике, но ее сдавали просто, просто в аренду. Хозяину было неинтересно заниматься развитием, это достаточно сложно, хлопотно и много времени, сил и денег забирает. Он не хотел с этим связываться, поэтому он искал, кому бы сдать. Вот так вот, путем небольших вложений финансовых, нам пришлось влезть немножко в долги у друзей, одолжить денег для того, чтобы как-то войти в этот бизнес. И таким образом организовали клинику. Круто. Где начали брать врачей? Вот это вопросы, всегда команда, да, потому что я-то гениально, это хорошо, ну, хороший доктор. Я, например, считаю, что я гениальна в самом деле, но найти людей хотя бы наполовину таких же гениальных, потому что ты отвечаешь за результат, ты уже ставишь свое имя, а вы поставили вообще свое имя на клинику, то есть вообще как бы свою репутацию, да, подложили под это действие. Как решали эту задачу? На самом деле врачей найти, действительно, это очень сложно. Вообще не только врачей, весь персонал найти, это очень сложный момент. Очень долго сложно, но, как правило, мы ищем по рекомендациям или мы сами знаем врачей лично, как они работают или рекомендуют коллеги. То есть можно сказать, что вы собрали идеальную команду? Я надеюсь, что да. Ну, это круто очень. У меня всегда по этому поводу есть вопросы. Когда мы идем и мы везде видим клиника, 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 клиника и очень много всяких разных предложений на этих клиниках написано и ты прекрасно понимаешь, что есть очень много молодых специалистов, которым где-то нужно стажироваться, да, они там приходят и пробуют себя. И всегда очень страшно сесть в кресло к доктору. Пациент должен ориентироваться, во-первых, если это сеть клиник. Ну, процентов 80 текучка, активная очень, надо выяснить. В интернете все можно найти. Насколько она молодая, есть ли сеть и как часто меняются врачи. Если часто, то сто процентов это не то место, где надо лечиться. Если врачи уходят, значит, их что-то не устраивает. Условия труда, скажем так, общие фразы, да, они включают в себя много параметров, на самом деле, начиная от оснащения, но оно может быть, на самом деле, очень классным. Но требования руководства. Руководство может, скажем так, закручивать гайки. Штрафные санкции очень серьезные за то, что не докрутили пациента. Есть такое, я с таким сталкивалась. Санкции за то, что не докрутили пациента? Совершенно верно. Мало продали, да? Да. Пациент должен, когда выбирает клинику, понимать, во-первых, как долго доктор, конкретный доктор, работает в этой клинике, да, какой у него стаж. Но на самом деле стаж, если у врача стаж 5 плюс лет, это уже хороший стаж. Год – это мало, безусловно, потому что мы начинаем работать на третьем курсе. Ну, обычно же клиент, пациент, да, в данном случае, он ничего такого не выясняет. И чаще всего, в лучшем случае, мы всегда просим порекомендовать нам кого-то. Ну, безусловно, личные рекомендации – это важно, но это важно, если ты работаешь один. Да. Ты сидишь, работаешь один в кабинетике. Тебя это все устраивает. Личные рекомендации тебя передают, как переходной вымпел, и все. Но для меня сейчас, при условии, что я открыла свою клинику, важно, чтобы рекомендовали не лично меня, а мою клинику. Вот. Что для этого делаете? Вот расскажите. Это как раз момент маркетинга, потому что так или иначе, я понимаю, что для доктора это вообще всегда боль для любого специалиста, потому что хочется заниматься своим делом. А тут вопрос маркетинга. Если раньше этот вопрос не касался, да, надо было заниматься коллективом, то сейчас надо сделать так, чтобы от твоей клиники узнали и узнали, что, неважно, как у других, узнали, что у тебя классно, что я действительно заморочилась, действительно сделала. Что для этого делаете? Ну, для этого, прежде всего, надо правильно наладить работу в клинике. Угу. Первое. Надо начать внутри. Я стремлюсь к тому, чтобы у нас был комплексный подход к пациентам. Учу своих врачей и сама так делаем. Мы не смотрим на один зуб. Мы оцениваем полностью всю ситуацию пациента. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что вам надо поставить пломбу. У нас нет пломб. Мы делаем реставрации. Пломбы ставили когда-то давно. Сейчас мы реставрируем зуб. Мы восстанавливаем анатомию, физиологию полностью зуба. Функцию, эстетику. Все мы должны это делать. Это уже и художественные реставрации. То, о чем мы говорим. Смотрим, что с деснами у пациента, что с зубами, что с суставами. Мы все проверяем. Так должно быть. Комплексный подход у очень важен. Мне очень нравится, когда пациенты приходят семьями. У нас есть доктор-педиатр, который занимается детьми. У нас есть доктор-ортодонт, который выравнивает зубы. Он может и взрослым, и детям это делать. Семейный подход очень классная на самом деле штука. Потому что у нас вплоть бывает так, что приходят семьей, мама здесь, ребенок в соседнем кабинете. Все одновременно, все получается. Папа, правда, бегает между кабинетов. Но ничего, это нормально. Надо, чтобы лечились от дедушек до детей все. И это правильно. Таким образом... А каким образом вы подводите к этому? По опыту я скажу так. Сначала приводят мужей, жены. Они сидят в холле, проверяют на них. Если все в порядке, потом приходят жены, а потом уже приводят деток. Мы же приходим куда-либо, мы же оцениваем. Насколько приветливый администратор, насколько приветливый доктор. Разговаривает ли он с вами? А вот вопрос, как вот вы, да? Я, например, очень сильно люблю, когда доктора болтливые. Это важно. Мне это очень помогает. Потому что, когда у меня был один доктор, например, она так сильно шутила, что я смеялась на всю клинику. Просто я приходила, я забывала вообще, что я лечу зубы. Я просто, извините, ржала. И мне это было очень успокаивающе. При том, что, как бы, проходили не самые приятные манипуляции. Для меня, например, очень важный фактор. Но есть люди, которые, например, предпочитают, наоборот, считают, что, как бы, я хороший доктор, я закрыл рот, как бы, я просто делаю свое дело. Вот как философия вашей клиники? Я обязательно объясняю пациентам, какая у него ситуация, что мы планируем делать, как мы будем это делать, что я делаю в данный момент, какие будут ощущения. Все это рассказываю пациентам. Пациенты очень многие, я сталкиваюсь с тем, что говорят, мне не надо ничего рассказывать, меня не интересует. Я говорю, нет, я вам буду рассказывать. Вы от меня выйдете, вас спросят, что вам делали, вы скажете, я не знаю. Нет, так не пойдет. Вы должны четко понимать, говорю, это ваше здоровье. Мы иногда включаем по запросу пациентов смешные какие-то комедии, фильмы. Мы стараемся шутить, конечно, безусловно, но бывают некоторые манипуляции, когда совсем не до шуток, понимаете. Если какие-то сложные удаления зубов, если имплантация, ну, извините, немножко не до анекдотов. Доктор должен быть сосредоточен. С малышами, конечно. Мы стараемся их отвлечь, мы стараемся с ними их лечить в игривой форме, по чуть-чуть, аккуратно. Я против насилия. Мы ни в коем случае не держим ребенка, ничего этого не делаем. И обязательно, что я выполняю сама и учу своих врачей, обязательно обратная связь с пациентом. Пациент вышел от нас, обязательно позвонить ему, спросить, как его самочувствие, нет ли жало, все ли хорошо. Полечили, отпустили, все. Я говорю, ты позвонил, спросил, может, он там умер по дороге? Нет. Я говорю, так надо звонить, надо узнавать, как самочувствие человека. Это правда. У меня, кстати, был однажды случай такой, когда мне нужно было удалить зуб. Мой врач там не мог меня принять. И мне нашли врача, куда-то он там специально приехал. И, во-первых, очень круто и быстро она это сделала. И когда она мне позвонила вечером вначале, она позвонила мужу, спросила, как мое самочувствие, потому что мне прям очень было до этого плохо. А потом на следующий день она позвонила мне лично, и там что-то пошутила и сказала. Для меня это был вау-эффект. Это у нас комната персонала. Специально для наших сотрудников. Кушают тут, да, можно покушать, переодеться. Да, отдохнуть и снова питьевой. Это у нас рецепция. Зона рецепция. С красивым уже Новым годом. Администратор встречает у нас и провожает пациентов радостных. Так. Здесь у нас лечебные кабинеты. Я вижу кого-то лечу. Два, там, да, идет прием. Там два кабинета? Тут два кабинета, мы не будем заходить. А мы сейчас зайдем в сюрприз. Здесь у нас рентген-кабинет. Хорошенькая фотосессия такая. Я думаю, это фен для волос. Так. Здесь у нас сердце клиники, как я называю. Это стерилизационная. Да. Все чистенькая. Да, мы здесь моем инструментарий, обрабатываем, чтобы все у нас было стерильное по всем нормам. Получается три кабинета, правильно я насчитала? Да, у нас три кабинета. Нет, у нас есть отдельный санузел для пациентов, в которые врачи наши не ходят. Да? А я могу как пациент заглянуть в санузел на самом деле? Ой, так видно, что прямо это в клинике. Санузел всегда очень важный показатель для меня. Часто бывает такое, что очень классный ремонт где-то, а заходишь в санузел и сразу видно, что где-то, да. Ну что, мой кабинет. Сразу, эх, босс. Со своим санузлом. Со своим санузлом. И тут еще есть место, где можно поработать, правильно? Да, да. Вы въехали, тут уже в принципе все было так, вы ничего не меняли? Да, нет. Вообще классно, я хотела сказать, кто делал дизайн, ты чем занимался, тут все так подвезло просто, да? Просто да. Ну, был какой-то ангел-хранитель, который все сделал за вас, да, я так понимаю? Да, ну, услышал, да, говорят, озвучь свои желания во вселенной. Это очень, кстати, важный момент. Я их озвучивала давно. Мы очень часто говорим, что мы что-то хотим, но не знаем, как это сделать, потому что я могу себе представить, сколько сюда надо было вложить инвестиций для того, чтобы сделать этот ремонт, все. Это очень дорого. В квартире линолеум иногда дорого поменять, а тут не говоря уже об этом. И поэтому очень важно, конечно, свои цели проговаривать, прокручивать. И способы, которыми иногда даются, да, вот они, это… Ну, Оля, очень важно, если ты чего-то хочешь, не сидеть и не ждать, что сидишь, и тебе позвонят и скажут, ты ж хотел, на, возьми. Нет. Надо что-то для этого делать. Надо искать, надо много работать, надо ездить. Я посмотрела очень много клиник. Сейчас очень много клиник сдается в аренду долгосрочно. Почему? Прогорают люди? Прогорают. Прогорают люди, потому что мы говорили очень много с стоматологией, очень много. Думаю, мы поднимем цены, мы вот будем лечить пациентов по завышенным ценам, и у нас все будет хорошо. Нет, не будет, потому что все умеют считать деньги, это раз. Во-вторых, цены поднимают, а качество как-то почему-то не всегда соответствует уровню цен. Еще в зависимости, где клиники. Вот очень много клиник на задворках. Ну, к сожалению, на задворках их найти не могут. Оль, а что вот такое самое сложное все-таки произошло, может быть, из неожиданного? Потому что в любом случае вот этот переход с врача на перехода, пусть даже со старшего врача, на переход владелицы клиники, это совершенно другая ответственность. Это ответственность за других людей, это ответственность каждый месяц думать о том, как заплатить аренду, за какие деньги все купить и так далее, и так далее. Вот что-то оказалось сложнее или, может быть, легче, чем вот изначально думала? Нет, финансовая ответственность, безусловно, больше. Давид сильно? Вот морально, потому что все руководители говорят, всегда я точно такая же, когда там наступает день зарплаты, да, у всех начинает чуть-чуть, ну или вообще день всех этих расплат. Нет, я переживаю для того, чтобы, во-первых, не задержать ни на день зарплату, чтобы люди вовремя получили зарплату. Это важно, правда? Они сразу понимают, что мы о них помним, мы о них заботимся. В моей сейчас вот практике сильно много не изменилось, потому что я когда вела клинику прошлую… Очень похоже, да? Все, кроме финансовых выплат, было на мне. Оль, расскажите, пожалуйста, какие вообще возможности есть сегодня в современной стоматологии? Ну, потому что, с одной стороны, вроде бы, типа, можем все. Сейчас всем поголовно спиливают зубы, ставят виниры, надо-не надо, да, там, идеальные все эти улыбки. Тоже, кстати, вот большой у меня по этому поводу вопрос, имеет ли это какие-то негативные последствия, через сколько все зубы отпадут, и что будет. Потому что, ну, прикольно, когда ты в 19 спилила себе зубы, и у тебя там голливудская улыбка. Значит, тебе потом будет 29-39, и если повезет, то даже 60-70. Что в стоматологии вот есть классного сейчас? Возможно, те проблемы, которые раньше не решались, а сегодня возможно их взрослому человеку решить. И вот вопросы о винирах в том числе. Возможности, на самом деле, современной стоматологии сейчас очень расширились. Благодаря технологиям 3D, это очень классно, и возможно снятие оттисков без этих ужасных ложек, если вы знакомы с этим. Да, конечно. Я родилась в Советском Союзе. С помощью сканера, это круто, это классно. Ты просто камеру вводишь пациенту, как фотографируешь, и все, и ты снял оттиски. И никто не давится, нет полного рта этой оттискной массы, это классно. Мы можем сегодня любые проблемы вообще решить в полости рта? Ну, практически да, я бы сказала. Выровнять прикус даже в 50 лет, это не проблема. Раньше это было невозможно. Технологии и знания, и методики отличались в кожной. Вопрос по поводу имплантов. Да, я столкнулась с этим впервые, не помню, наверное, может лет 7 назад. Ну, в общем, когда вот только-только там что-то начинала на эту тему знать. И как-то мне сказали, вот хороший имплант, он стоит порядка тысячи долларов, и все. Сегодня я вижу, что импланты стали таким маркетинговой историей. Потому что кто-то предлагает сделать их там два по цене одного, где-то я видела там за 7000 гривен полностью имплант. И настолько идет спекуляция по ценам, что для меня, как для клиента, вообще большая проблема. Я вообще не понимаю. То ли в какой-то клинике, как часто мы про рестораны говорим, да, просто за счет того, что там хороший ремонт с меня берут, больше денег. То ли там плохой имплант, но никто в этом не признается. И вообще, что такое хороший имплант или плохой. Вот у меня вопрос. Сколько стоит вообще нормальный имплант, и как вообще вот эта вся ценообразование устроена? Есть разные производители. Есть израильские импланты, есть американские, есть немецкие. Разные. Да. Их масса, да? Да. Как для клиента вот мне выбирать? Мне в принципе все равно, какого он производства. Мне важно, что он со мной технически прожил всю жизнь. Да. Совершенно верно. Значит, смотрите. Самая основная ошибка не вы выбираете имплант, а выбирает конкретный имплант вам хирург, имплантолог. Выбирает по каким параметрам. То есть, делается компьютерная томография, то есть, 3D-сильник. Оценивается состояние костей, в том месте, куда планируется имплантация. И по этим параметрам выбирается система имплантов. Основное отличие имплантов, во-первых, пористость самого импланта. Все они из титана. Чем больше пористость в импланте, тем быстрее даже не имплант к вам, а вы к нему прирастете. Тем надежнее он будет держаться. То есть, на нашем языке это называется интеграция импланта. Угу. Чем больше пористость, тем выше стоимость импланта, тем лучше его качество. Ну, вам в любом вот моменте по поводу лучше, да? Есть как бы то, что достаточно, а есть как бы too much. Зачем платить больше, если, например, что-то уже достаточно? Вот как в этом сориентироваться? В этом вы выбираете врача, правильно? Вы должны ему доверять. Мы не смотрим ни на то, как пациент одет, на чем он приехал на маршрутке или на мошеннице. Это не важно. Но мы должны дать несколько вариантов выбора. Например, имплант за 7000, но разница в нем, что есть риск того, что со временем, лет через 5, он может выйти, отторгнуться. А есть имплант за 10000. Вот у нас стоимость импланта достаточно хорошего, это американский имплант, 10000 гривен. Это стоимость не самого импланта, а полностью первого этапа, то есть хирургического. Пациент приходит, садится в кресло, ему делают анестезию, устанавливают имплант, зашивают, все. Это стоит 10000 гривен. Так, а коронка? Коронка стоит от 2500 гривен, ну и максимум, самая дорогая работа там до 8000 гривен. Максимум получается 18000 будет стоить человеку новый зуб. Да, даже не 1000 долларов. Даже не 1000 долларов. Ну это круто. Зуб, новый зуб. Это круто. И сроки это там 3 месяца 4. В клинике, в которой лечилась, цена того же импланта у меня последний раз, если я не ошибаюсь, была там порядка 27500 гривен. Ну вот, корень и коронка. Я объясню. Цена образования, как оно еще складывается? В зависимости от материала. Да. В зависимости от квалификации доктора. Да. Так. Ну и в какой-то мере наличное усмотрение руководителя клиники. Увы, этого не отнять. Мы смотрим среднюю стоимость в Киеве. 5000 гривен у нас стоит один винир. Мы выбираем еще лабораторию, с которой мы делаем. Есть лаборатории, где дешевле тоже можно сделать. Но мы работаем с проверенной лабораторией. Под виниром мы сейчас что подразумеваем? Саму пластинку есть же еще как бы момент какой-то там обточки зуба. Нет. Винир мы говорим о керамической накладке, которая накладывается на зубчик. До этого предварительно мы обтачиваем, обрабатываем зуб по нашему, препарируем его. Да. И снимаем оттиски. Изготавливаем еще временный винир. Но по поводу виниров, ну то есть это 5000 гривен. А если мы считаем полностью от начала до конца, то это в районе там 7000 гривен один зуб выходит с анестезией, с обработкой, с временным виниром. Потому что пациент не может уйти с отпиленным зубом из клиники. Это неисправильно. Ну я честно говоря сейчас вот удивлена, потому что я интересовалась этими вопросами ну уже там какое-то время. И была тоже на приеме у одного доктора. И он мне там например называл стоимость 400 евро один винир. Мне было очень интересно как бы это ценообразование тоже, откуда оно взялось вот. Но он тоже говорит я там закладываю, я там доктор. Ну понятная история вся в маркетинге, но разница например колоссальная. Безусловно. Можно и за 400 евро. То есть можно да дать? Можно за 400 евро. Слушайте, ну стоматология это какое-то творчество. Вот я сейчас понимаю, что каждый очень серьезный как бы мастер и вот то, как он сегодня решил расписать, такой получается прайс и выходит. Оля, я вам скажу так. Ну как у пациента у меня шок сейчас, честно. Я вам скажу, я наверное не должна этого говорить. У нас немножко человек посмотрит, тысяч пятьдесят, сто не больше. У меня коллега позвонила мне, говорит, слушай, я тут, а у нее тоже своя клиника. Я, говорит, цены посмотрела у тебя. Говорит, ты дембингуешь. У нее недалеко клиника. Я говорю, что ты делаешь? Я говорю, давай поднимай цены. Я говорю, я не буду. Я говорю, ты шо, так не может быть. Я говорю, у меня ж такие цены, вот сейчас они увидят, что у тебя ниже побегут к тебе. Я говорю, извини, я не могу ставить такие цены. Каждый оценивает свой труд по разному. Да. Я лично очень достаточно много вкладывала в свое образование. Я ездила из Швейцарии, обучалась, я в Москве обучалась, я в Китае была на семинарах. Это все мы оплачиваем сами. В то же время, вот я сегодня смотрю на современные реалии. Люди, хотим мы того или нет, сильно обеднели. И иногда вопрос томатологии становится просто каким-то золотым. Даже решение банальных каких-то вопросов, вот, он превращается, когда ты начинаешь считать. Вот я часто задаю себе вопрос, там, ежедневно со своим мужем на эту тему, говорю, как живут обычные люди вообще. Получается, у них вообще нет шансов ходить с зубами, в принципе, ну, там, одетыми, да, и так далее, и так далее. Поэтому стоматология действительно стала такой достаточно золотой. Я заглядываю в прайсы и часто вижу, что цены плюс-минус одинаковые, и они высокие. Я все время говорю, учу врачей своих, учу свою дочку, которая студентка мединститута, да. А, тоже все-таки. Да, с третьего курса на стомат-покуртете у меня дочка учится. Я учу самым главным, как только врач начинает гнаться за деньгами, он перестает быть врачом в этот же день. Оль, еще хочу задать вопрос, в общем-то, благодаря которому мы познакомились, это детская стоматология. Есть множество моментов, которые для меня, как для мамы, очень важны. Начиная с того, что вообще бытует такое мнение, в советские времена бытовалось, что молочные зубы вообще можно не лечить, они все равно выпадут, да, там, зачем на них тратить деньги. Это первое. И второй момент, это вопрос, как их лечить. Я жертва советской стоматологии. То есть один раз я сходила, будучи ребенком, к стоматологу и до 18 лет потом не ходила, и у меня было большое количество проблем, которые там я разгребаю по сей день. Это был ужас, шок, страх. Сейчас есть моменты лечения, есть моменты детской анестезии, и тоже это вызывает огромный вопрос, потому что самой на себе экспериментировать нормально, но посадить своего ребенка, и чтобы ему что-то вкололи или не вкололи. В общем, у меня вот вопрос именно по детскому. Как лечить детей, когда их нужно лечить, и что с ними вообще делать? Основная там проблема, это незнание мам, что детям надо чистить зубы с первого зубчика привесывания. Потому что образуется налет, и приводят малыша два года, три года, и у него уже камень с зубками. Это первое. Второе. Лечить обязательно важно. Если у малыша есть кариес в молочных зубах, потом это быстро у детей все развивается, усугубляется, и уже портятся зачатки постоянно. Потом проблемы на всю жизнь. Поэтому надо лечить молочные зубы, начиная со стадии пятнышка. Только родители увидели пятнышко, надо начинать лечить. Как приучить ребенка, это сложно. Надо разговаривать с ребенком, рассказывать ему. Два с половиной, три года приводить к стоматологу просто на осмотр. Чтобы ребенок привыкал и понимал, что это не страшно. Обязательно ребенку провести аллергопробы. У нас есть медицинские центры, которые делают эти аллергопробы. Мало ли, вдруг надо будет сделать малышу анестезию, еще что-то. Чтобы мы были уверены, что все будет в порядке. У меня вот такой вопрос. Говорят, что детей можно пробовать лечить без анестезии. Почему? Им не больно или что? Детям больно, так же, как и там. Но есть процесс, который нужно полечить аккуратненько. Начальная стадия кариеса, когда нужно тихонечко, аккуратно полечить и поставить пломбочку. В данном случае именно пломбочку. Тогда не надо делать анестезию. Но есть процессы, когда необходима анестезия. Потому что ты заведомо понимаешь, что если ты сейчас это тронешь, ребенку будет больно. Он закроет рот и все. Он будет кричать, плакать и больше не даст. А насколько анестезия вредная для ребенка вообще? Есть анестезия, есть наркоз. Анестезия это местное. Наркоз это то, что отключает сознание. Значит, если мы говорим о местной, то это не вредно. Прям сказать, что очень вредно, нет, безусловно. Потому что тот адреналин, который вырабатывается при страхе и стрессе у ребенка без анестезии, когда он испытывает боль, это гораздо хуже. И оказывает большее действие на сердечно-сосудистую систему, чем анестетик. С наркозом сложнее ситуация. Есть клиники, в которых проводят седацию. То есть внутривенно вводят препарат, который вводит ребенка как в состоянии гипнотического сна. Ребенок сам дышит, слышит, но он не пугается. Он не понимает, что с ним происходит. Ему все могут сделать, если ребенок совсем не уговаривается на лечение. А это необходимо делать. Я поняла, но вообще родителю не стоит пугаться, если ему говорят. Нет. Как раз с Олей познакомилась, когда искала твоей дочери младшей, которая очень любит конфеты. Искала для себя врача. Поэтому мы как раз познакомились через детскую стоматологию. И как раз с Евой сейчас проходим все этапы знакомств катаний и лечений. Поэтому если как раз у кого-то есть детки, то можете по крайней мере знать, что вот моя Ева доверена Олиным рукам. И обязательно детей приучайте, приучайте, приучайте. Потому что я уверена, что у многих из вас, нас, меня в том числе лично, очень много проблем. Как раз потому, что мы в свое время, когда были дети, детьми точнее, как-то наши родители не акцентировали внимание на важности всего, не придавали. Нам казалось, что как-то это все пройдет. Помните, что мы ответственны за своих детей. И для того, чтобы когда наши детки выросли, были взрослыми, классными, у них были красивые зубки, нам сегодня просто нужно потрудиться и заложить в них как раз эту культуру лечения, ухода за зубами, чистки зубов и так далее. Тем более, еще не забывайте, что детям тоже нужно ходить и точно так же, как и взрослым, чистить зубы хотя бы раз в полгода профессионально. Я права? Совершенно верно. Сколько времени уже клиники? Клиники восемь месяцев. Восемь месяцев. Ну, это классно, самостоятельно уже в таком режиме. И муж взял на себя всю историю с бумагами. Да, с бумагами, с инстанцией, с финансами, безусловно. Потому что все-таки у меня работа больше творческая, я занята другим. Муж занимается оснащением клиники, он занимается проверкой, чтобы все исправно работало. У вас это сблизило или добавило каких-то трений? 50 на 50. Положая руку на сердце, вообще семейный бизнес, это хорошо? Вы знаете, Оля, я вам скажу, что это, наверное, самое правильное. Человек, который занимается своим делом, вы определенно занимаетесь своим делом, имеет всегда внутри себя какое-то желание. Вот почему я это делаю? Ответ на вопрос, что вот мной драйвит. Безусловно, я хочу, чтобы мою клинику знали и узнавали. И говорили, о, я знаю, клинику классные врачи, супер. Работать без негативных отзывов невозможно, к сожалению. Конечно. Они всегда будут. И негативные отзывы я хочу, чтобы были связаны никак не с работой врачей. Мне хочется, чтобы люди хотели здесь лечиться. Да, я не альтруист, безусловно. Я, конечно, тоже хочу зарабатывать деньги, как все нормальные люди. Но я хочу, чтобы люди хотели сюда приходить, потому что им здесь комфортно, потому что здесь душевные врачи. И делают красивые зубы. Безусловно. Красивые улыбки в любом возрасте. Потому что улыбка, конечно, вот сейчас мы стали это замечать, она очень сильно может омолодить человека. Вот уже по возрасту я, например, начинаю замечать, что люди, которые своими зубами занимаются в 40+, начинают менять радикальные улыбки, могут помолодеть на хороших 20 лет. Даже достаточно отбелить зубы и уже немножко омолаживается. У нас много зрителей, которые живут в Киеве и не только в Киеве, но давайте вот, я думаю, что Киеву это будет интересно. У нас есть такая традиция, что-нибудь в конце разыгрывать за самый интересный вопрос, на который придется найти время Оле ответить. И предлагаю за самый интересный вопрос подарить отбеливание улыбки. Можно? Прекрасно, да. Как я, это щедро, а все сейчас говорят, кричат, Оля, импланты проси, проси импланты. Тогда, давайте так, вы внимательно сейчас посмотрите. Может быть, кстати, зайдите на страничку в Инстаграм, зайдите на сайт, посмотрите информацию. Может быть, после выпуска у вас появятся какие-то отдельные вопросы и напишите нам классные интересные вопросы. Ольга обязательно прочтет их, ответит вам на хорошие вопросы. А на самые лучшие мы через неделю определим победителя и вы сможете прийти, познакомиться с Ольгой и сделать красивую себе белоснежную улыбку и стать моложе. У меня сегодня была цель все-таки показать, рассказать, поскольку я всегда рискую своей личной репутацией, когда с кем-то знакомлю. У меня нет выпусков, где я бы получила огромный гонорар и рассказала, что то, что плохо, это хорошо. Нет, на самом деле мне здесь очень нравится, здесь очень душевно. Я думаю, что я сама сюда, у меня, видите, как у меня наоборот, я через ребенка. Я проверяю на детях, плохая мать. Вот, я думаю, что я сама начну заниматься своей улыбкой здесь и тут правда очень уютно, очень классно. И мне очень бы хотелось, чтобы мы помнили о том, что важно заниматься собой, важно находить правильных врачей, правильных людей и важно о них рассказывать друг другу. Потому что, как ни крути, все равно кредит доверия друг к дружке и к людям, которым мы доверяем, он все равно самый высокий. Поэтому я вас приглашаю прийти, как минимум на экскурсию сделать себе профилактическую чистку зубов, где я видела акцию на двери выходного дня большую. Вот, оставлю вам ссылку. И прийти, познакомиться, посмотреть самим. Потому что врачей всегда нужно выбирать, они должны тебе подходить. Ну, как люди, да, вот вы встречаетесь и для того, чтобы вам подружиться, что-то должно между вами произойти. Не стоит никому не доверять и из-за этого забивать на себя, как это часто у нас бывает. Да, лучше я вообще не буду лечиться как-нибудь там, пока уже все само не распадется. Нужно. Поэтому ходите, изучайте. Я очень надеюсь, что сегодняшнее наше знакомство с Олей, которую я вас познакомила, какая молодец. Вы когда-нибудь придете и скажете Оле, а я видела, и как классно, что я пришла к вам, и у меня изменилась жизнь. И, кстати, не зря я об этом сказала, у Оли очень много клиентов, я вначале об этом говорила, которые приезжают со всей Европы. И ни для кого не секрет, что в нашей стране, я как предприниматель рыдаю по этому поводу, что все приезжают за дешевыми услугами по сравнению с тем, что есть за границей. Стоматология одна из них. Ну да. Все друзья, если это Америка, они даже вообще не обсуждают что-то там лечить, потому что это баснословные суммы и очень большие вопросы по качеству в том числе. Потому что попасть куда-то в сильно приличные руки – это дорого. Поэтому, если вы в других странах, ребята, you are welcome, будете в Киеве, обязательно заходите, смотрите, делайте свои собственные выводы. И спасибо вам, что досмотрели этот выпуск до конца, не открывайте стоматологию, если вы не обожаете свою профессию, потому что, мне кажется, это не самый легкий бизнес. Это очень сложно. И на самом деле выберите себе просто одного врача и лечитесь у него, только у него. Выбирайте Олю. Только не все, потому что к ней потом не будет записи. У меня есть врачи, которые с радостью помогут, хорошие, опытные. Договорились. Спасибо, Оль, большое. Спасибо. Спасибо.